Возможность оперативно и координированно решать насущные проблемы в сфере ЖКХ. Сегодня эту тему обсудили в Малом зале Дома правительства. Что послужило в необходимости проведения совещания, какие еще вопросы обсуждали на нем и чего ожидают участники этой встречи, узнавала Альбина Ламкова. Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из базовых отраслей российской экономики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, а промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. К сожалению, работа в этой сфере не вызывает доверия у населения. Есть много проблем и по конкретному направлению работа управляющих компаний. Для того, чтобы решить имеющие трудности, участники совещания, а это главы муниципальных образований, представители Народного собрания, Общественного народного фронта и руководители управляющих компаний встретились из-за необходимости решения вопросов по жалобам, поступающих в этой сфере услуг. «Причем жалобы поступают не только здесь, на имя главы и на имя президента страны, на имя представителя правительства. Поэтому предлагаю сегодня обсудить это более подробно. Работу надо эту настроить. Много факторов, которые вызывают беспокойство наше население. И тем более в такие минуты, если еще мы оставляем их без элементарных удобств, я думаю, это недопустимо с нашей стороны». На заседании были заслушаны отчеты. Рассказали о том, сколько входит в жилищный фонд жилых домов и какое количество жилищно-коммунальных хозяйств, предоставляющих услуги населению в республике. Говорили не только о существующих проблемах, но и о преобразованиях в сфере жилищного фонда, создании комфортного проживания граждан. Для развития этого направления реализуются национальные проекты, программы различного уровня. Сообщили, какие суммы уже потратили. Возвращаясь к накопившимся проблемам в работе управляющих компаний, было отмечено, что необходимо осуществлять рейтинг и по нему осуществлять карающие меры от соответствующих надлежащих структур и органов, так как проблемы усугубляются, и, возможно, они приведут к глобальным последствиям. «Положа руку на сердце, в этой работе можно поставить неудовлетворительную оценку. Мы, как общественности, ставим двойку, потому что проблема усугубляется, и, возможно, это приведёт к каким-то, допустим, к следующему отопительному сезону уже будут какие-то глобальные аварии, если брать отопление. А там не только отопление, это и кровля, и подвальные помещения домов, санитарное их состояние, захламлённость, инженерные сети, течи различные. Не говоря уже о том, что управляющая компания обязана проводить один раз в год собрание с жильцами, давать отчёты, этого не происходит». Каждое заседание штаба будет проводиться один раз в две недели при Министерстве строительства и ЖКХ. Уже на этой встрече из подготовленных и представленных докладов предложили комплекс мер, и по ним же был составлен план для эффективной работы управляющих компаний. Все предъявленные средства предусматривают совместную деятельность органов власти управляющих компаний и общественных организаций. К тому же, в целях создания развития здоровой конкуренции на рынке услуг предлагается ежегодное проведение региональных и муниципальных конкурсов на дом образцового содержания. А вот будет ли результат в заседаниях оперативного штаба в вопросах ЖКХ покажет только время.